Стоим мы в изумлении и в поклонении. Господи, благодарны Тебе за эту благодать, Иисус. И призыв также, Господи, радость стоять в изумлении, благодарить Тебя, провозглашать Тебя, Господи. Слава Тебе, Христос. Благодарим Тебя за это драгоценное время, Господи, в которое Ты нас вводишь. Время освящения, Господи. Время наполнения Тобою. Время Твоего служения нам, Господи, через Слово Твое в собрании святых. Благослови сейчас эту небольшую мысль к основной части Иисуса и приготовь наши сердца. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Давайте откроем с вами первое послание фессалоникийцам. Первое послание фессалоникийцам. Третью главу. И почитаем с вами стихи. Как здорово слышать песни с разных сторон. Разве это не чудо, что комнаты наполнены святыми, которые воспевают песни. Слава Тебе, Христос. Господи. Итак, первое фессалоникийцам, третья глава, шестой стих. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей, принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. Вчера я размышляю над этим стихом, и также размышляю над этими драгоценными посланиями по утрам. И вообще уже несколько недель и дней мы благословлены тем, что разбирается этот отрывок. И интересно, что само слово, оно, во-первых, схоже с тем словом, которое упоминается в Евангелии от Луки, 2 главе, 10 стихе. То есть здесь говорит апостол Павел, пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть. И это слово Еву, я даже не могу его... Елогица. Елогица. Елогица, да. Это объявлять Евангелие. И то же самое слово упоминается в Евангелии от Луки, 2 главе, 10 стихе. И вообще это слово имеет несколько значений. И вот в контексте этих значений у меня появились эти мысли, о которых мы с вами можем поразмышлять. Во-первых, это слово означает провозглашать. Или же возвещать, можно сказать. Например, как это делалось в провозглашении сейчас в песнях. И вчера, я так думал, интересно, в этом мире, когда поют песни, как вы думаете? На праздниках. На праздниках поют. Да когда весело на душе. Или же когда-то что-то случилось яркое. Или, например, событие какое-то в жизни человека, что ему раз и захотелось запеть. Это здорово. Но вот в нашей жизни, в церкви, можем сказать, в практической нашей жизни, совершается так, что, наоборот, вот это провозглашение в песнях, оно приводит нас в радость, в которую мы уже вошли. Совсем большая разница. То есть, всякий раз, когда мы с вами начинаем петь песни, мы словно переносимы Иисусом Христом, Духи Святом, в эту радость, в которую мы однажды вошли. Вот почему, удивительно, псалмы Давида, они пропитаны этим призывом петь и восхвалять песни нашему Спасителю Иисусу Христу. Потому что мы переживаем разные случаи в жизни. И иногда мы можем переживать и переживания, и беспокойство, и отягчение. Но вот всякий раз, когда мы начинаем эти песни петь и провозглашать их, мы с вами переносимы в эту радость. Господь переносит нас в эту удивительную радость в Иисусе Христе. Далее, если мы с вами также посмотрим, возвещение этой радости, воскресание, воскресание, оно всегда или... А, извините, сбился. Смотрите, вчера также я размышлял, когда мы сообщаем друг другу какие-то новости в собрании святых, они идут всегда в контексте вот этой вести, которая говорится в Евангелии от Луки 2 главе 10 стихе. Я возвещаю радость. Вот Тимофей здесь приносит радость. Удивительная церковь, что она делает? Совершает такие вещи. И скорби переносит, и усердствует. И я подумал о том, что всякий раз, когда приносится какая-то весть в церкви, или сообщается, все члены церкви наполняются радостью, потому что она возвещается в контексте радости в Иисусе Христе. И тогда мы с вами видим, что это не человеческая радость. И еще больше мы благословляемся, потому что мы с вами словно напоминаемые о том, как мы с вами были спасены, какое спасение у нас, как Господь вел нас это удивительное спасение. Потому что человек может здесь радоваться разным вещам. И, например, в контексте этого слова, слово «доброе». Каким бы человек, вчера я так же думал, добрым не был, не может он оправдаться перед Богом своей добротой. Сколько бы дел он не сделал добрых. И тогда в собрании святых, в теле Христово, мы еще раз, еще раз укрепляемся, что это Господь, это Бог спас нас в этом удивительном спасении, которое совершилось в Иисусе Христе. Третья мысль – это слово также означает «показываем Иисуса Христа». То есть Тимофей приходит, он сообщает, и это словно удивительное сообщение, которое, что показывает нам Иисуса Христа. Вернее, всякий раз, когда мы видим эту жизнь в Иисусе Христе, мы видим, как что-то удивительным образом прокручивается, словно видео. И мы с вами видим, что, например, давайте я вам зачитаю, вот эти мысли я записал. Например, в этом мире, извините, я сбился чуть-чуть, потому что запутался в мыслях этих, но я записал их, и хочу сообщить вам эти удивительные отличия, которые у нас есть. В этом мире мы можем отождествиться или увидеть, как люди ищут своей собственной значимости или важности, о чем апостол Павел говорит. И как нам явлена была эта любовь, что люди, даже не верующие, могли увидеть эту любовь. Потому что, увидев откровение собрания святых, они видят, о чем говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит, мы могли бы прийти с важностью, мы могли бы прийти, как апостолы, но были тихи. Откуда это? Потому что любовь Христова показывает совсем обратное стремление человеческим. И они пришли таким образом, потому что не искали этого, но Христос в них явил это. И Тимофей принес эту весть удивительную. И мы с вами также благословлены тем, что видим, как это удивительным образом является. Когда, например, если я, например, думал вчера так же и размышлял, когда я встретил собрание в первый раз, я увидел, что в этом собрании совсем другие цели. Не такие, как в этом мире. И совсем другое направление. Это удивительная любовь, это удивительное усердие. И в данном случае мы можем сказать, то, что апостол Павел говорил им и обучал им, это стало жизнью среди них. И последнее, это слово, мы можем с вами сказать, четвертое, которое это принес. Также слово обозначает проповедовать. Проповедовать Иисуса Христа. Мы с вами благословлены тем, что каждый раз проповедуется это слово Божье по утрам. И так же мы с вами благословлены, когда делимся этим словом, то есть являем эту проповедь Евангелия об Иисусе Христе. И мы можем сказать с вами все то, что здесь апостол, апостол, ой, апостол, апостол, говорю, Тимофей пытается сообщить, это стало их удивительной жизнью. Это стало их жизнью внутри их. И мы с вами также благословлены тем, что и возвещаем Иисуса Христа, и затем Иисус Христос показывает эту любовь, которая является нечеловеческой, что в собрании святых нету поиска своей собственной значимости, своей собственной важности. Затем эта любовь удивительным образом, она... А, третья, это... Я совсем запутался. Третья, она радует нас, да? Я искал эту слову. Она радует нас удивительным образом. То есть, когда он принес эту весть, они обрадовались очень сильно. И какая картина радости, я размышлял. Это то, когда, помните, женщина-самарянка пришла в свое селение. И тогда все селение обрадовалось. Почему? Потому что они сказали, не только теперь по твоим словам мы видим Иисуса Христа, но и теперь сами слышим Его и тоже обрадованы. И мы также, у нас есть удивительная часть, всякий раз принимает эту радость и видеть, благотому, что мы слышим. И от слышания мы с вами также имеем часть делиться тем, что мы услышали. Аминь.